Тихо. А кто-нибудь придёт опять? Всем привет. Мы шляпа и сегодня к нам на шляпу пришла замечательная Евгения Медведева. Привет. Я боялся, что Герман скажет доброго времени суток. Я очень люблю эту фразу, поэтому её я в блогах Германа проматываю всегда. Очень-очень не любишь её утром. Это не доброе время суток. Мы, кстати, впервые пишем подкаст утром. Реально, то есть был вариант записать вечером. Нам сказали, что ты дико занята, и поэтому вот мы сейчас пишем в 4 часа утра специально для тебя. В чём суть нашего шоу? У нас есть шляпа, там разные темы, они все сегодня про тебя. Ты туда забрасываешь руку, можешь сколько угодно там ковыряться. Если умеешь читать как экстрасенс, то сразу прочитываешь тему. Если умеешь читать... Нет, я имею в виду рукой, рукой. То вытаскиваешь тему, и мы тебя на эту тему мучаем. Отлично. Ну, поскольку шляпа распределяющая, она распределит, в какой конве пойдёт разговор. Окей. Ну, ты, короче, сама там разберёшься. Угу. Угу. А вы пойдёте, да? Пока я, моя собака. Так, держи, Жень. Эту шляпу трогали великие. Тамби Масаев. Тамби Масаев. Арсендука. Тяни билет, отвечай, всё правильно. В МГУ просто Женя учится, там сложно, как вы понимаете. Так, давай мне шляпу. А ты... Открывай. И так, и так. Нееет! А там на самом деле... Милохин! Там на самом деле просто 15 бумажек и все... Почему из 15 бумажек вытянуло Милохина? Да, они все так называются просто. Это единственное для чего... Это единственное ради чего, собственно говоря, всё и затевалось. Всё, мы убираем шляпу. Рассказывай. Нет. Гер, знаешь, Гер мне говорит, я 100%... Вот Медведев придёт, я на 300% готов. А просто мне надо признаться, я тот самый Медвелохин, который... Так вот, кто ведёт фан-аккаунты по моему... Я веду фан-аккаунты с вашком, вот этот человек, это я на первом ряду. Вот, на самом деле, хочется какую-нибудь историю про Даню, которая характеризует его, и историю про вас, которая характеризует вас. Потом я расскажу историю про меня, которая характеризует меня, и Гера расскажет историю про себя, которая характеризует его. И на этом разойдёмся. Да. Правда, Женя, это было очень необычно и неожиданно, потому что... Согласна. Потому что ты рок-н-ролльщица из фигурного катания, Даня Милохин из ТикТока. Но не рок-н-ролльщик, в моём понимании. А... И вдруг... Как эти миры вообще? Супер, мега, странно, неожиданно и круто. Ну, по крайней мере, по крайней мере, так выглядит, мне кажется. Очень неожиданно, но получилось действительно круто. Я прям вообще кайфанула, на самом деле, на ледниковом периоде. Не буду говорить, кто выиграл, кто не выиграл, потому что не все выпуски ещё показали. Но съёмки уже закончились, так что мы немножечко уже посвободнее перед Новым годом. Чуть дали нам отдохнуть. Вот. Получилось действительно очень круто. Я не ожидала, что оно так выгорит. Я не ожидала, что так всё здорово получится. Вот. Так что прям клёвый опыт. Мне очень понравилось. Ледниковый период — топ. Мне прям круто. Вот. А что вообще хотите сказать? А что был вопрос, да? Успокой моё сердце, пожалуйста. Скажи, что вы общаетесь. Что вы не заблокировали друг друга после ледникового периода. Почему? Во-первых, я считаю, что блокировать друг друга — это очень странная тема вообще. Как-то, ну, это не норм. Потому что, ну, давайте помнить, что ещё там левые аккаунты существуют. Ну, заблокируешь ты меня. Ну, ладно. Ты смотришь сториз бывших с левых аккаунтов? А у моих бывших нет инстаграмов. Раунд. Всё. Вот. Нет, конечно, нет. Не заблокировали. Во-первых, нет повода для этого. Это раз. Потому что мы за эти три месяца съёмок, мы через многое прошли вместе, много мы научились. И как бы плохого друг другу ничего не делали, да? Ну, то есть там люди придумывали многое, но ничего такого не было, вот. Так что отношения у нас хорошие, конечно, мы общаемся, вот. И как бы всё окей, всё в порядке. Если кто-то переживал, всё нормально. А расскажи про день вашего знакомства. Ну, вы же познакомились уже в процессе, когда вас свели танцевать вместе. Да. Как это было? Женя, а было такое? Нет, не в этот день мы были. Был такое? Милохин. Почему Милохин? Милохин было не прям такое, но как бы всё-таки образ очень сильно отличается от человека. Ну, так работает шоу-бизнес, да, наш российский, что образ у человека один сложился, там, репутация, что угодно. А на самом деле человек, когда вот один на один с ним остаёшься, это абсолютно другая личность, нежели ты думал. Вот. И у меня была не такая реакция, я была скептически настроена, потому что самым главным аспектом, наверное, моего скептицизма был возраст. Данька, ну, 19 лет ему на этот момент было. О, молодой. Да, я думаю, блин. И он, типа, и ростом не настолько высокий, насколько... Ну, вот, мой первый опыт катания в паре, это Саша Энберт, который под два метра ростом, и буквально в два раза тяжелее меня. То есть он вот весит в два раза больше меня, и то есть он меня поднимает вообще на одном пальце. С другой стороны, с двух метров опаснее падать, чем... Да, я... И Дань такой, поднимешь меня. Да. Вот, и я переживала из-за этого, я из-за этого переживала, что как-то, во-первых, и я не парница особо, да, то есть я, конечно, понимаю, что такое поддержки, но объяснить и помочь ему как-то я не смогу. То есть я научилась этому только в процессе ледникового периода, что как бы супер. Для моего опыта тоже. Вот. Но я вот переживала как раз-таки из-за физических данных, и в силу возраста боялась, что ему очень быстро надоест, и он такой, типа, нэээ, и уйдет. Но такого не случилось, как бы все супер получается. Просто это же... Ты смотри, ты профессиональная фигуристка, а Даня Милохин, вот он... Вот ты все равно что... Знаешь, вот я... Мне 13 лет, например, и я не умею еще играть в футбол по-человечески, и вдруг мне говорит Криштиану Роналду, давай я тебя потренирую. Вот в моем понимании это так выглядит. Как найти подход к человеку, который там ничего вообще не умеет, даже близко из того, что умеешь ты. И вот у вас на этом как бы строилась близость. Да, в том-то и дело, что подход как-то и не нужно было искать, потому что... Я была готова к тому, что как-то... Сейчас я там буду ходить с одной стороны, с другой так, чтобы ему интересно было, и чтобы как бы и не выгорел, не перегорел, ну вот это все. То есть я переживала тоже, как его научить так, чтобы как бы это было еще и прикольно, и весело. На самом деле, ну, не пришлось ничего, потому что ему, ну, действительно было интересно, он был заряжен. И, то есть, ему начинают что-то объяснять, он такой, понял, все, погнали, пошли делать. То есть сработала вот эта работоспособность, ну, еще как бы талант. Он очень хорошо адаптируется к физической нагрузке, у него как-то так раз-раз все получается, и Авербух такой, типа, да не, ну, типа, ну, да не сделаешь ты кораблик, чувак, ну, не получится у тебя. И я такая, Илюш, подожди. Говорю, Дань, сделай кораблик. Он встал, со второго раза поехал, и Илья стоит, Авербух, который за много-много лет так и не научился делать кораблик. Человек, который выступал на Олимпийских играх с олимпийской медалью, он не умеет делать кораблик. И стал Данемилохин, сделал кораблик, да? Ну, то есть, такие вот моменты были зачастую. Вот, просто Женя человек прямолинейный, довольно жесткий, и к тому же титулованных спортсменов по-другому не бывает. О, спасибо, кто-то это сказал! Боже, наконец-то! Да, и поэтому я хотел вот о чем спросить. Допустим, не можешь же, чтобы все было ванильно и цветочно? Наверняка ты в какой-то момент сказала, Блин, что ты творишь-то вообще? Был такой... Хватит уже! Был такой момент... Это не первый день. Думаю, я спокойно могу рассказать на эту тему, потому что... Давай, бросай спичку в котел. Ха-ха-ха, погнали! Короче, у меня были съемки длинные, и у нас был не готов номер. И после этих длинных съемок я, значит, приехала на каток, там был большой перерыв между съемками и тренировкой. А тренировка должна была быть, типа, в одиннадцать ночи, но у нас так часто было. Вот, и у Дани тоже какие-то съемки были, я уже точно не помню, какие обстоятельства. В общем, я приехала пораньше на каток, чтобы там и связки разложить, и вот это все. В общем, суть в том, что я ждала его вместе с Ильей два часа. Два часа ждала его. Не безрезультатно, да? Ну, то есть мы там связочки поставили, все хорошо. Значит, Даня приезжает. Приезжает, приходит. Говорит, я устал. Я говорю, ну, типа, я тоже устала. Он такой... Сидит. Я говорю, что сидишь? Иди гоньки надевай. Он такой... Угу. Встал, значит, ушел. Через десять минут приходит, опять в кроссовках, без коньков, одетый такой, типа, мне лень, я не хочу. Я говорю, Дань, ну, типа, ну, езжай домой. Говорит, что я тебе могу сказать? Я говорю, типа... Че приехал уже? Че приехал? Иди. Он такой... Ну, пока. Сел, короче, в свой майбах и уехал домой. Вот козел. Ха-ха-ха. То есть, такое реально было. И мы с Ильей такие сидим, и Илья такой... То есть, он че, реально уехал домой? Я говорю, да. Мы пошли, проверили, машины нет. Типа, реально уехал. Это сколько было вот с момента, как вы начали? На каком этапе примерно? Это, наверное, где-то середина была. А, ну, то есть, уже... То есть, вот тот переломный момент, когда... Когда уже усталость накопилась. Как бы, вот, да. И уже устали, и еще второе дыхание не открылось. И вот усталость накопилась, как бы его можно понять. Ну, типа, я как спортсменка на тот момент реально не поняла этого прикола, потому что у меня там поломанные ноги, поломанная спина. Пофиг. Работаем. Фигачим. Неважно. Ночь, день. Хочешь есть, не хочешь. Плохое настроение. Там, не знаю, умер кто-то. Неважно. Идешь и делаешь. А тут, как бы, раз. Он взял, уехал. Я сначала расстроилась, обиделась, а потом думаю, а почему я не могу так делать? И просто в каких-то моментах я реально поняла, что, наверное, это и есть счастье в жизни, знаешь. Когда вот ты сидишь и вот так, типа, ну, ребят, ну, я устала. Пока. Я поехала. И все такие... И сидишь. И они такие, типа, все, ну, окей. Типа, не хочешь, не хочешь. Ладно. И я потом поняла, что это реально работает. И, как бы, то есть для меня это тоже в плюс сработало. То есть я переосмыслила свою упрямость и поняла, что в какие-то моменты лучше просто встать и сказать, типа, пока, нежели там тратить свою психику силы и здоровья на какие-то разговоры или действия, которые не приведут к результату. Вот. Да. Я во всем этом только, знаешь, что вот вижу. Вот, значит, Милохин сел в Майбах и уехал. Медведя такая, а что я так не могу? Села в Майбах и уехала. И вот сидит Илья Авербух один. Я не умею делать кораблик и у меня нет Майбаха. Моя жизнь катится в Татарар. У меня тоже нет Майбаха, друзья. Ну что? Вот. Последняя реплика по Милохину. Я думаю, что мы просто обязаны спросить. Милохин был на этом самом, господи, забыл как называется, шоу, где привязывают человека к... К стулу и пытают. Да, и пытают. Только так, потому что можно вопросы задавать. К детектору лжи, да. И он сказал, что все придумано ради шоу. Все. Да не все как бы, да. То есть был такой момент, значит. У нас недавно прошел чемпионат России по фигурному катанию, на котором я присутствовала. И мы накануне заданий были у Вани Урганта на шоу. И знаешь, мы там пошутили, типа, Илья Авербух заставил нас, да. Вот мы про поцелуй рассказывали, типа, что это такое? И мы такие, типа, Авербух нас заставил. И ко мне реально подходит парень и говорит, Жень, у меня такой вопрос к тебе. Угу. Ты можешь отвечать, можешь не отвечать. Ну, типа, лично, типа, ну, такое. Я говорю, чего надо-то? Он говорит, вас правда заставили поцеловаться? И я стою такая, ну, ты серьезно? И я потом подумала, что, а так реально многие люди думают, что, типа, заставили. Но, поверьте, Даню невозможно что-то заставить сделать, если он этого не хочет. По истории с Мэбухом мы это поняли. Вот. Его невозможно заставить. И как бы я себя позиционирую как актер, да. То есть, я на льду, я выполняю свою работу. То есть, у нас есть образ, у нас есть история в номере, которая, ну, возможно, идет к логическому завершению. Тем более, это ледниковый период, мы не единственные, кто целовались на льду. Ну, если вы смотрели выпуски, там как бы в каждой серии как бы там... Кто-то целуется. Кто-то целуется, да. Вот. И поставлено, ну, не знаю, это даже как-то обидно звучит, потому что столько, на самом деле, искренних эмоций было. Ну, я не могу сказать, что прям все поставлено, и как-то это, ну, странно звучит. Ну, если он так считает, это окей. Как бы вообще все равно. Я не смотрела этот детектор лжи, как бы извините. Я ехал в такси четыре часа. Да, у меня было время, да. Я посмотрел. Ты пересмотрел все интервью, да, наверное. Вот. И как бы я не знаю, что там показало, правда-неправда. В общем, не важно вообще абсолютно. Как бы главное, что здесь и вот здесь есть, поэтому я вообще не уверена, что... Я вообще ни в чем не уверена. Отстаньте от меня. А, я устала, я не хочу. Я хочу домой. Пока. Нет. А! Короче говоря, я... В моем понимании это такая милая, милая история, которая... Которая может произойти между молодыми людьми. Ну, да, давай это так назовем. Все верно, да. Все абсолютно верно. Просто, это знаешь как... Типа отношения... Ну, нет. Нет. Вот если... Вас интересует... Женя Медведева и Даня Милохина, встречаются ли? Мы не встречаемся. Я много раз говорила, что мы друзья. Прямым текстом. Я говорила, мы друзья. Друзья. Мы друзья. Бесполезно. Ты зайдешь в комментарии. Бесполезно. Это бесполезно. А, открывает. Ну да, конечно. Все же друзья так делают. Жень, знаешь как будет? Блин, нам по 20 лет, окей? Типа... Чел. Друзья, абсолютно. Успокойтесь, пожалуйста. Вот. А психологи, которые посмотрят это интервью, скажут, что-то намного оправдывается. Локтем. Локтем, локтем. Локтем, локтем. Правом. Она... Именно. Все так. Короче говоря. Ребят, друзья. Friends will be friends. Все. Милохин... Никто так не делал. Получил. Никто так не делал. Тамби даже, когда вытянул Арсинуко, так не стал делать. А ему не нравится это имя. Ладно. Держи, Женя. Бумажка упала. Да. Итак. Аниме и Япония. Блин. Сейчас я много вам всякого расскажу. Естественно, я видел фрагмент, где ты рассказала, что ты, Даня, дала список из большого количества выбора, с чего начать смотреть аниме. Про токийский гулю. Уточнил все вообще, что можно. Ой, сейчас про список еще расскажу. Да. Во-первых, расскажи, с чего начать. И вот все-таки с гуля или нет. Потому что я действительно углубился, начал изучать и понял, что это такая дэд-инсайдовская история очень. То есть она прям пессимистично-суицидальная какая-то. Это правда. Но у меня такое видение, что для мальчика лучше начинать с токийского гуля. Вот. И история с этим списком, значит, мне недавно... Я не знаю, могу я это рассказывать? В ТикТоке мне приходит уведомление о сообщении. И я смотрю, а там Дилара, жена Моргенштерна. Она такая, я видела, ты дала какой-то список по аниме Даньке. Говорит, можешь мне отправить, пожалуйста? Я такая, ок. Отправила, значит, вот такой список. У меня там из 50 аниме. Она такая, окей, я говорю, могу посоветовать. Значит, я вот девочкам советую начинать с великих из бродячих псов. Потому что там очень красивые, блин, персонажи мужские. Очень прям. А мальчикам я советую начинать с токийского гуля. Вот. Все, я начну завтра с токийского гуля. Нет, думаю, сегодня у нас целый день впереди. Токийский гуль. Хорошо. А у тебя нет ассоциаций? Почему ты выбрала, ну, вот если про токийский гуль, почему он такой пессимистичный? Что? У тебя есть какая-то ассоциация? Нет, это одно из моих самых любимых аниме вообще. Да, оно самое жесткое из тех, которые... Хотя, ну, нет. Нет, не самое жесткое, ладно. Самое жесткое аниме, которое я когда-либо смотрела, и я не смогла его досмотреть, называется Blood Sea. Не смогла. Что там должно было случиться? Блин. Теперь я хочу с этого начать. Для меня это жесть. Жесть какая-то. Сейчас. Так. А сюжет? Ну, так примерно, да. Вот, правда, очень интересует момент, на котором ты сказал стоп. Да. Я включаю его в список 50 любимых, но досмотреть ни в коем случае. Я итому сейчас Chelsea? Или играю ко мне первым? Вот на твой взгляд как человек, который прям ценитель всего этого, почему это так распространено? Почему там в России, например, там огромное количество людей это любят? В Европе, я не знаю, в Европе так же или нет? Но почему вот эта японская часть культуры стала такой всеобъемлющей? Хотя там даже, ну, просто с эстетической точки зрения, там даже кадр неплавный. То есть это всегда что-то такое рваное, всегда на надрыве. Аниме — это в основном адаптация манги. Манга — это что? Это картинки, это рисунки, да? То есть есть аниме, которые сделаны просто потрясающие, такие как все аниме Хаяо Миязаки, да? Да. Ой, я обожаю Хаяо Миязаки. Просто потрясающе. Мы недавно с друзьями ходили на «Ходячий замок», который вот показывали в кинотеатре в оригинале. Я впервые посмотрела с субтитрами, без озвучки. Вот, с оригинальными голосами. Это просто что-то с чем-то. Я смотрела раз, наверное, пятнадцатый. Но каждый раз просто какие-то моменты, которые я впервые замечаю. И просто вау, красота. Почему это так популярно? Популярно, важно помнить, что это не мультики, это не фильмы, это абсолютно другая сфера мультипликации, но это жанр абсолютно другой. То есть если мы на какой-нибудь платформе даже будем листать, то есть есть мультики, есть фильмы, есть сериалы, а есть аниме отдельно. И, наверное, это и подкупает, потому что если мы смотрим мультики, там, ну, в основном они какие-то добрые, да? То есть мультики — это что у нас? Ну, детские. Для детей. Для детей там зверушки, вот это всё. А в аниме вот это, что я тебе показывала. То есть там, возможно, всё. Поэтому рисуется абсолютно всё на любой вкус. И это не фильмы, которые в основном... То есть мы видим человека, и мы представляем себе реальность, да? То есть аниме — это такая вещь, которую ты смотришь, и ты понимаешь, что ты смотришь не на живого человека, и что это невозможно, но при этом у тебя есть возможность погружаться вот в этот фантазийный мир с головой абсолютно. И я думаю, что так же с компьютерными играми работают. И мой любимый аниме — мой сосед Тотар. Да, Тотару. Да. Я читал страшную теорию, что на самом деле это не весёлый мульт... Ну, не весёлый, а это история... Ну, это же история из 50-х годов, когда в районе, в регионе, где снимали... Ну, о котором говорится в Тотаре, пропали две девочки. И вот на основе этого Хайо Мядзаки сделал аниме. И что Тотаре на самом деле — это существо из-за гробного мира, что девочки умерли, просто не знали об этом. И это дико грустная фигня. Я когда... Я в детстве... Это фильм в конце 80-х. Я в детстве смотрел и ничего не понял, но пушистый кот Тотара, как мне тогда оказалось, это дико круто. Но я посмотрел его два года назад с женой. Блин, этот момент... Вы рисуете с этой теорией в голове? Да, и это уже... И это вообще по-другому смотрится. Это страшно, это дико грустно, это вызывает у тебя какие-то совершенно немыслимые эмоции. А «Ходячий замок» я смотрел в 11-м классе, и... Я немного всплакнул. Это правда очень красиво. Это очень красиво. Жень, тогда Япония. Япония. Что такое Япония? Япония страна такая. 20 человек из России были в Японии, и поэтому всем остальным 145 миллионам, и что интересно, что там происходит. Я не был, ты был в Японии? Не был в Японии, но очень хочу. Очень хочу побывать. Давай вот история, вот как, допустим, про тебя и про японца. Вот ты приезжаешь в Японию. И про японца. Ну, наверняка, наверняка что-то было нелепо. Знаешь, когда столкновение культуры, уже нелепо. Всегда нелепо столкновение культуры. Давай расскажи очень тупую историю мне хочется услышать. Очень тупая история, наверное... А, да, со мной тоже произошла. Окей. Расскажу. Значит, впервые я там побывала, когда мне было 14 лет. Финал Гран-при в Японии проходила на острове Фукуоко. Вообще, без понятия было, что это за страна. Значит, Финал Гран-при. Летим. Отобрались. Класс. Хе-хей. Веселуха. Значит, прилетели. Я вообще ничего не понимала. Не понимала, что продается в магазинах, что съедобное, что несъедобное. Боялась вообще всего. Ела только хлеб. Очень вкусный. Вот. Который из Осии привезла. С собой. С батоном. Я всегда беру в Японию хлеб. Все же знают. Закончили, значит, соревнования. И нас поселили в очень крутой отель. В Японии популярна такая тема, что здоровенные люксовые торговые центры совмещены с таким же люксовым отелем. То есть из отеля можно спуститься там либо на второй, либо на четвертый этаж. Ты выходишь из лифта, и ты в торговом центре. Вот. И у нас именно так и произошло. Значит, и именно поэтому очень много людей, которые, ну, типа, просто чуваки какие-то ходят. И, значит, захожу в лифт, причем это был день, ладно, это была бы ночь, и какие-то маньяки, да, ходили бы, ну, типа, кто знает вообще, без понятия, что там происходит. И люди разные бывают, да, давайте помнить об этом. И, значит, я зашла в лифт, и, типа, в 14 лет я выглядела на 10. И я вот стою в лифте, и, значит, останавливается лифт на каком-то этаже, не помню на каком, ну, будем говорить. С 8-го на 1-й ехал, на 6-м остановился лифт. Заходит мужик, лысый, какой-то непонятный, японец. Типа, ну, окей, встал в другую сторону лифта, как бы, ладно, окей. Вот, значит, пока ехали, он начал какую-то песенку напевать, типа, на-на-на-на-на-на, я стою такой, как в фильмах ужасов, да? Очень много. Я стою такой, братан, пожалуйста. И тут он падает на колени и начинает на меня молиться. Я стою такой, так. Я, короче, его вот так ногой подула и побежала из лифта. Он до меня не дотрохил, он просто передо мной упал на колени и давай вот так вот делать. Я стою такая просто… Так. Я вышла просто стоять ты говоришь, что за хрень была только что? Короче, я не знаю, что это было, ну вот. И все, ты просто убежала, Ты не консультировалась с психотерапевтом по этому поводу? Нет. Ну, это, кстати, может привести к травме, знаешь, типа, вот, мне кажется... Нет, было бы гораздо хуже, если бы он сказал, повернулся, помолился, а потом говорит, так вот, для чего мы здесь сегодня собрались. В этом мне такое... Точно страшно было бы. Но это был один единственный раз, и таких больше никаких неловких случаев не было, потому что японский народ, на самом деле, очень тактичный. То есть даже если они узнают тебя на улице, да, то есть там нету, ты такой, ааа, можно сфотографироваться, да? Они подходят такие, и такие, типа... И стоят такие, типа, шашинь. Шашинь? Да, ну, типа, фотографии. Амкал в Японии, вот что ждет, Гер. Да, причем все вот эти мужики будут на стадионе, я готов к этому. Такая история, да, была. Слушай, это очень прикольно. Очень прикольно, очень страшно. Это очень страшно? А теперь нам чуть-чуть меньше хочется в Японии. Вдруг там тоже нас узнают. Выкидываем Японию и едем дальше. Они даже просто не выкинут. Гер, давай ты передашь теперь шляпу, вдруг там какие-то темы побезопаснее будут. А тут ты так все сложил аккуратно, тут опять Милохин. Тогда... Милохин, Милохин, Милохин. Арсенука, Арсенука есть? Нет. Выбери одну. Итак. Один миллион вынести. Новость о том, что Евгении Медведевой стал один миллион в Инстаграме, это стало новостью. Даже ничего не было цитировать, прям новость, да, пробил миллион. Твоя жизнь изменилась? Миллион двести уже, да. Пока мы писали, это двести. А что-то изменилось в твоей жизни? Нет. Рекламодателей больше стало. Больше предложений, что, собственно, good for me. Ссылка в описании, пишите. Да, это марафон, две тысячи рублей проходить. Блин, а что сказать-то? Ну, много рекламы сейчас в профиле у меня, но мы стараемся ее максимально качественно и красиво снимать, чтобы и пользователям было интересно, чтобы не было такое, что... А это нарисовано, вот это, да, как у Бородиной, да, яичница была прифотошоплена? Ты не знала? Нет, там, да, очень забавная была история, что было... Она рекламировала яичницу? Нет, ну, там что-то рекламировали, то ли молочку, то ли еще что-то. Ну, да, и суть в том, что была яичница, которая просто ПНГ-картинка изглала, типа, выпусная просто. Это смешно. Ну, что-нибудь можем от тебя ожидать? Не знаю, с YouTube-канал, с какими-нибудь шоу неожиданно, или просто, может быть, куда-нибудь на телек? Слушайте, у меня была идея, на самом деле, но пока что это только остается идеей, потому что работы очень много, думаю, что для того, чтобы делать качественный контент, это нужно, вот, прям, много времени. То есть даже если мы снимаем какую-то рекламу, которую, вот, опять-таки, сделай на телефон, типа, и окей, да, мы делаем профессиональную съемку, это занимает, ну, там, от пяти до шести часов, да, ну, вот, то есть для какого-то, там, поста в Инстаграм или для качественного, для качественной рекламы. А для YouTube, ну, ребят, не мне вам рассказывать уже. Но ты перфекционист. Тебе нужно, чтобы идеально было. Если делать, то делать хорошо, ребят. То есть вот это вот то, что сегодня вот это было, вот это недопустимо, да, у ютубера Евгения Медведева, вот то, что сегодня вот происходит. Ну, вот, допустим, ты идешь в YouTube, решила придумать подкаст, вот, и вот такие вот фигни, которые сегодня происходило весь день, точно не будет. Ну, то, что мы в 4 утра пишем, да, вот то, что... Ну, во-первых, он все в реп, мы не в 4 утра пишем, сейчас пол первого дня. По японскому времени. Хорошая шутка, молодец. Вот, и я имею в виду, что это не дома на коленке делать, а вот, ну, как свет выстроен, камера хорошая, да, то есть это все делать микрофоны, хороший звук, все. То есть у вас все это есть? Хвалю, молодцы, ребят, классно. Вот, и я считаю, что если делать, то делать хорошо. Неважно, это как бы YouTube-канал, посты в Instagram, TikTok, все равно все должно быть качественно. По этому ответу я понял, почему 1 миллион в Инсте, и я понял, почему уже не получится, например... И ты понял, почему у тебя нет миллиона в Инсте. Нет, про меня-то все понятно. А я знаешь, что еще о чем подумал? Что если ты вдруг пропустишь следующий подкаст... А в ТикТоке у меня сколько? Так. Знаешь, когда... Подожди, подсчет, подсчет людей совершенно. Миллион девятьсот, скоро два. Так ведут себя в компьютерной игре заскриптованные люди. Вот. Я подумал, что... Ничего не поняла, но посмеялась. Если ты... Если ты... Или, например, я пропустят какой-нибудь выпуск, ну, не знаю, Женя может спокойно одного из нас заменить. Да, и будет более качественно. Нет, там будет просто по-другому. Так! Че ты молчишь? Расскажи давай! Ну, там наверняка будет кто-то такой, что интересно послушать, сто процентов. Ты же рассказываешь. Да, рассказываешь. Пока мы не перешли к следующей теме, где тебе прикольнее, на телеке или в интернете? Где комфортнее? Мне комфортно везде. И это вообще как бы не обход острых углов. Мне реально комфортно везде, потому что я человек, который всю жизнь работал в системе, да? То есть у меня есть дисциплина, телек — это больше дисциплина. То есть шаг влево, шаг вправо, то есть даже телевизионная реклама снимается строго по регламенту, строго по ТЗ. И если там волосок где-то выбивается из прически, это кадр уже не идёт. То есть нужно сделать всё чётко, всё по интонациям чётко, со звучкой, так, как нужно. Мне комфортно так работать. Я порой острый на язык, да? Как бы давайте по чесноку будем. У нас это чехвостили до того, как всё началось за всём. Поэтому мы как шёлковые всё ведём. Так, ничего. Ничего. Да. У меня есть опыт работы как и в свободном формате, так и строго по регламенту. Подожди, Гер, последний, можно? Давай, конечно. Вопрос, даже такая ремарка по одному миллиону в Инстаграме. Я посмотрел, ты подписана на... Короче, когда человек пробивает миллион фолловеров в Инстаграме, с ним что-то происходит. Я обратил внимание. Надеюсь, тебя, Гера, это не коснётся, когда придёт это время. Оно очень скоро придёт. Но... Я чувствую... Нет, нет. Дай на меня. Да нет, ты здесь вообще... Ты здесь ни при чём. Вот. Дело в другом. Очень стало модно людям, которые думают, что они популярны или думают, что их мнение что-то значит, придумывать свои марафоны, свои курсы, свои потрясающие... То есть уже шутка про марафон. Да. И поэтому я сразу подумал, что... И я обратил внимание, что люди реально, когда об этом... Когда что-то такое происходит, вот что-то такое, они вдруг думают, что их продукт уникальный, безусловно, каждый раз он уникальный, такого нигде нет, будет востребован. Я полистал на кого-то подписан, одна из них, Регина Тодоренко, которая устроила адский ад тут недавно со своим курсом. Это дико ржачная просто фигня, но почему-то... Ну, действительно, тебе подписано 8 миллионов. Наверное, ну, 20 тысяч ты соберешь, с каждого из них по 20 тысяч и можешь никогда не работать. Но в целом, это же, ну, ужасно? Или что ты по этому поводу думаешь? Это же не... То есть... Есть такая сейчас проблема, которую очень многие освещают в сети, это инфо-цыганство. Да, да. Так называют, да. Ну, я имею в виду, что она же происходит от того, что человек слишком верит в себя, знаешь, ну, вот, я извиняюсь за такой термин, он охуевает от своего, от своей значимости. Величие. Да, да, да. Не во всех случаях, на самом деле, потому что есть действительно блогеры, которые вкладывают очень много, очень много средств, очень много труда, и у них это основная работа, основной заработок. Там вот как раз-таки марафоны. Ну, я знаю, там, ну, максимум один-два человека, у которых это действительно, ну, стоящая вещь, то есть где работают профессионалы. Есть история с тем, что есть марафон, который как бы фигня, это где, как стать классным человеком, ты такой, верь в себя, все, у тебя получится, да, и ты просто... Да, с вас пять тысяч. Да, с вас пять тысяч. А есть где ты, допустим, ну, условно, если Женя выпускает о том, как, не знаю, тренироваться, ну, допустим. Да, когда ты продаешь продукт, или, ну, да, когда это не просто информация, информацией все у тебя получится. Я вот про это и рассказываю, что есть действительно инфоциганство, где просто повторяется та же самая информация, которая существует... Которая куплена у другого блогера. Которая куплена у другого блогера, или же, которую просто в гугле вбили, да, типа, упражнение на мышцы пресса. Ага. Ага. Ctrl-C, Ctrl-V. Позвольте рыбку врата. Переведи нас Бер. Да, вот. И, то есть, такое действительно существует, но, с другой стороны, каждый зарабатывает, как хочет. Давайте помнить об этом. Да, и, типа, если человек это продает, значит, это продается. То есть, спрос рождает... Предложение. Предложение. Вот. И есть действительно классные курсы. Я не проходила, потому что... Я подумал о том, что будет классно. И покупайте мой марафон. Нет, у меня марафонов нет. И почему их нет? То есть, меня... Ты не первый, кто меня спрашивает уже, типа, ждать от тебя марафоны. Нет, друзья, пока что не ждать, потому что я не знаю, что эксклюзивного и что интересного я могу пока что рассказать. То есть, упражнения на пресс или там, как накачать классную попу, YouTube, Хлои Тинг. Это не реклама, типа, я сама занималась. То есть, что я могу рассказать? Я могу рассказать, как поехать на Олимпиаду, как сделать так, чтобы стать серебряным призером Олимпийских игр. Пока что ничего эксклюзивного и такого прям суперского я пока что не придумала и продать я это не могу, потому что мне просто пока что нечего. Но я уверен, что, Жень, ты точно не будешь продавать воздух, потому что ты... Пообщавшись, понимая характер Жени, есть ощущение, что если она занять сетейн-марафон, то это будет, да, это будет не воздух, а действительно... Это будет что-то, типа, знаешь, будильник в 5 утра у того, кто его купил, и там, значит, уже Женя, которая говорит, ты уже на коньках, Соня? Иначе в 5.02 звонок от Жени, что ты... В смысле ты не встал? В смысле не встал? Я не понимаю. Я проснулась ради тебя, чтобы... Давай, вставай на коньки. Я не умею кататься на коньках, но... Я даже не стоял на коньках. Но если когда-нибудь мне придется это сделать, а, наверное, придется, хочется же попробовать что-то. Вот. Я воспользуюсь твоим марафоном, как за 5 дней встать на коньки и не упасть лицом облёт. Такого точно, как бы, опять-таки не будет, потому что... Вот это вот... Я обожаю... Женя, как ты научилась так классно кататься на коньках? Я говорю, на Ютубе, блин, смотрела... То же самое, говоришь, ты вот так... С пингвином катался, да? Да, да, да. А научи меня кататься на коньках. Блин, родись заново и в 3 года пойди... Попроси родителей вот сейчас, чтобы они родили тебя заново и чтобы, когда тебе было 3, чтобы отвели тебя на каток и просто не выпускали тебя оттуда. Тогда ты научишься кататься на коньках. Держи. Спасибо. Заслужила? Да, да. Отличный прогрев был. 100%. Идеальный. А теперь покупайся. Ссылочку в описании. Так, да. Да? Нам нужна тема. Блин, там несколько тем есть, я хотел бы их обсудить. Надеюсь, ты их достанешь. Давай. Театр Авербуха. Это Гера придумал. Расскажи вообще, насколько это отличается от спорта и насколько ты себя прям чувствуешь актрисой, а не спортсменкой. Я вообще всегда, на самом деле, чувствовала себя актрисой и в спорте тоже. Потому что считаю, что моя сильная сторона это передача образа, это возможность прожить все эмоции. То есть не просто их показать, а действительно прожить их на льду. А когда начались шоу, спектакли, опять-таки, эта возможность приумножилась во много раз, потому что, да, но это действительно театр, особенно вот Анны Карениной, которую мы катали, это прям театр-театр. И от меня не требовались суперсложные технические элементы, то есть от меня никто не требовал каскады прыгать или четверные. То есть у меня в спектакле всего было два прыжка, которые я точно смогу прыгнуть. А все остальное, как бы, работа упиралась на именно театральную составляющую, на эмоции, на язык тела. А ты занималась преподавателем? Нет. Нет? Нет. Ну, типа, быть или не быть, вот это вот все, нет? Нет, 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 такого не было. То есть актерского мастерства вообще у меня ни одного урока не было. А ты бы хотела? Хорошо это или плохо, пока что нет, наверное. Пока что нет. Вот, когда петух клюнет. на горе свиснет. Мне просто интересно, насколько этот театр похож на обычное представление театра. Не знаю, я не знаю, честно. Есть ли пьяного дяди, который декорации выносит, вот этот? Дядя есть, насколько он пьяный, я не знаю, потому что я не видела его. Викторич, подтяни там кулисы, подтяни. Да, да, да. Облачко упало. Я не знаю, пьяный он или нет. Давайте это выясним. Вот, и значит, да, это больше театр. И мне, мне нравится. Мне нравится. То есть там декорации, там костюмы очень красивые. И как-то вообще возможность себя проявить как актрису. Ну, как спортсменку меня знают. Думаю, достаточно. А как актрису именно вот себя раскрыть на льду и показать свое мастерство на 100%, мастерство передачи образа, это вот сейчас у меня открылась такая возможность. Я кайфую. Но на самом деле физически я не знаю, насколько сложнее или легче это мне дается, потому что в спорте был меньше объем, но интенсивнее нагрузка. Да, то есть там больше элементов, больше прокатов, но в короткий срок. Сейчас же я со льда не вылезаю ни днем, ни ночью. То есть нагрузка меньше, но длиннее, типа по многу часов на льду, там по 8 часов в день. Но это тоже повеситься на самом деле хочется иногда. Поэтому я не знаю, что легче. Абсолютно разная нагрузка, сложно и там, и там. Но сейчас я вот кайфую от того, что у меня сейчас в жизни происходит, поэтому у меня все хорошо. В общем, приходите в театр. Да, а еще интересно, тебе хотелось бы попробовать не только на льду, не знаю, фильм, театр, что-нибудь куда-нибудь. Если мне вдруг предложат какую-то роль не Жени Медведевой, а вот... Ну, какой-то героиня. Или в фильме про фигурное катание, да, о какой-то героине, возможно, я соглашусь себя в этом попробовать, но тоже пока что, пока что, наверное, больше нет чем, да? Возможно, театр. Возможно, я больше склоняюсь к театру, нежели к кино, потому что это все-таки больше похоже на то, чем я занимаюсь, да? То есть сцены, зрители. Вот. И... Но пока что тоже, пока что нет. То есть у меня пока что дел хватает в жизни, поэтому вот пока что так. Хорошо. Давай. Вдруг у тебя что-то в голову пришло, а то чего нет? Два года в Канаде. Короче, я... Ну, нет, давай обратно. Нет. Ты можешь коротко, но мне дико... Да, коротко. Дико интересно. Я тут посмотрел стендап Жени Чеботкова, и он там сказал, что в Канаде все новости выглядят примерно так. Патрульно-постовая служба перегородила шоссе, чтобы уточки перешли через дорогу. Вот. Это так? Это так, но в какой-то... В какой-то момент я просыпаю с утра, включаю телевизор, и значит, на 105 Хайсон Гарден, это мой адрес, на заднем дворе нашли расчлененное тело в баке. Невероятно, смешно. Я, значит, я выхожу, лифт не работает, я жила на 18-м этаже, лифт не работает, у меня чемодан с коньками, значит, я такая, окей. Типа, ну, нет, тогда я проснулась с утра, позавтракала, все, пошла на тренировку. Телевизор не включала, это я так, подводка просто. Вот. Значит, прихожу, нажимаю кнопку, лифт не работает, думаю, что такое? Окей. Начинаю спускаться по лестнице, и я смотрю, много людей спускается, и, значит, мужчина с ребенком на шее, такой, типа, рядом идет, он такой, ты знаешь, что случилось? Я говорю, нет, без понятия, почему лифт не работает? И он такой, типа, there is dead body in the elevator. И, типа, я такая, чего? Он такой, типа, в лифте мертвое тело. Я такая, думаю, окей, спокойно, значит, спускаюсь, там полицейский, там все отгорожено, там машина, мигалки, меня не выпускали с территории. Потом, короче, мне пишет, потом мне пишет тренер, говорит, ты в порядке? Я говорю, да, я нормально. Значит, прихожу на каток, включая телевизор, и там, типа, что, нашли расчлененное тело в мусорном баке на заднем дворе моего дома. Угу. Типа, да, там, перекортили дорогу, чтобы перешли уточки, но рядом. Лось пришел попить молочка в загородный дом какого-то дяди, и расчленен... расчленен на заднем дворе. Канада. Канада. Welcome to Canada. И ты испугалась? Тебе представили охрану, не знаю, ты была в списке подозреваемых, ну, как дальше, что дальше происходило? Меня просто спросили, типа, что вы делали вчера вечером, то есть у тебя допрос был? Да, да, небольшой, куда вы едете, там, если вы сейчас выйдете, вы не сможете войти обратно, я такая, у меня полчаса до тренировки, выпустите меня, вот, и, да, ну, то есть был небольшой допрос, но потом вернулось, все как бы нормально, но все равно осадочек такой, то есть так себе. А как после этого заходить в лифт? А в итоге не в лифте это было, это было не в лифте, это просто в пакете нашли расчлененку на заднем дворе, ну, просто, просто в пакете нашли, просто в лифте. Нет, просто же, после того мужика из Японии все кажется нормальным, да? Ну, это же было до того. В общем, короче, это все очень странно было, но было, да. Говорят, вот многие, те, кто ездил и долго жил за границей, потом возвращаются, говорят, что-то не то, не Россия, что-то не то. И потом я прочел у тебя интервью, где ты говоришь примерно то же самое, где ты говоришь, да, в Канаде классно, супер, но в России мне нравится больше. Мне в России нравится больше, потому что это мой дом, потому что я здесь знаю, ну, например, то есть я знаю много мест, я знаю людей, которые могут мне помочь, я знаю людей, которым я могу помочь, не знаю. Здесь разговаривают на русском, что как бы, да, я знаю английский, я хорошо знаю английский, но не в совершенстве, ну, то есть не прям как носитель, и мне иногда бывает сложно. Мне очень нравится Канаде, я очень скучаю, и хочу вот в скором времени поехать уже, вот, но жить, типа, Жень, где бы ты хотела бы жить всю оставшуюся свою жизнь? Я бы хотела бы жить в России, потому что где родился, там и пригодился, и это мой дом, и мне комфортнее здесь, вот, но я люблю и Японию, и Канаду, как бы, вот. Давай, что мы будем, мы там ничего не делаем. Сумасшедшие фанаты! Моя любимая тема! Я два дня... Сумасшедшие в каком... А я сейчас расскажу. Я два дня провел в аду. Я сейчас объясню, что происходит. Добро пожаловать в мою жизнь! Да, я фигурное катание, смотрю крайне редко, вот просто крайне редко. Очень любит моя жена, она... Это очень красиво. Давай. Врубай. Вот. Мы смотрим там на Олимпийских играх, там, если показывают Чемпионат мира, что-то большое, что-то очень красивое. Я вообще не разбираюсь ни в чем, я только знаю вот эти немецкие названия приемов, типа, Риттбергер, Аксель, там, все такое, но я не смогу их... Риттбергер... Ничего более немецкого, чем слово Риттбергер, не существует. Только Майер или там Мюллер. Вот. И... Потом, несколько лет назад, я зашел в комменты под каким-то безобидным постом. Или про тебя, или про Алину, или про... Вообще, или про кого-то. Вообще не помню. И там... Какой-то кошмар. Люди оскорбляют друг друга. Они просто... Не просто переходят на лизу. Такого нет даже в футбольном комьюнити, которое достаточно жестокое, даже по отношению там, комментаторов, не только спортсменов. И для меня это стало, ну, как бы шоком, открытием. Теперь я нормально. Я вот два дня посидел, поварился в этом, и теперь я к этому привык. Но в целом, как можно угрожать друг друга убить, потому что ты, допустим, не... Как ты с этим живешь? Это же страшно, нет? Сначала было страшно, а потом, когда я поняла, что эти люди настолько смелые только в сети, только в комментариях, под фейковыми именами. У меня вот, например, ни разу вот за... Сколько? Шесть? Семь? Лет. Семь. За семь лет как вот мне писали и угрозы, бить меня хотели. Вот это все. А из ревности или что? Они же сами себе придумывают какой-то образ, да? Спрашиваю, спрашивать не собираюсь, потому что, ну, это дичь прям. У меня не было ни разу такого, чтобы в жизни на какой-то фан-встрече ко мне подошел чувак и сказал, да ты, да я тебя, мамку твою, и вот это все, что вот он пишет в комментариях, у меня ни разу не было, чтобы реальный живой человек подошел и сказал мне в глаза это. И я вот, наверное, только с течением времени поняла, что это работает только в сети, и типа вот оно вот написано, и вот, и все, и это дальше никуда не пойдет. И как бы настолько все равно, потому что я знаю, что он все равно ко мне не... у него не хватит смелости, но при этом я знаю, что даже на улице, когда вот, например, вот человек, да, написал мне говно в комментариях, вышел на улицу, пошел в кофейню, а в кофейне там за столом сидит Женя Медведева, да, и этот человек ко мне подойдет, Женя, а можно сфотографироваться? А мы это обсуждали недавно. И потом пишет, Женя такая хорошая, ля-ля-ля. Вот. У тебя есть объяснение феномена, почему именно фигурное катание, это такой, такая концентрация в этих жутких, жутких вещей, жутких отношений людей. У меня есть ощущение, что во всех видах спорта есть по чуть-чуть этих комментаторов, но они все любят фигурное катание. И они эту злость несут туда, да. Тема тут такая, что фигурное катание это в России, ну, наверное, самый популярный вид спорта в России сейчас, самый обсуждаемый, и очень высокая конкуренция. И именно на фоне этой конкуренции у людей есть возможность погрызться. То есть люди наблюдают на соревнованиях экшен, им хочется продолжения экшена, и они его устраивают в комментариях. Вот. Я думаю, что именно из-за популярности спорта так много людей, которым, видимо, не хватило экшена на чемпионате мира, и они вот продолжают его в комментариях. Ты никогда не сталкивалась, да, с такими фанатами в обычной жизни? Нет. Вот честно... А ты знаешь случаи, когда, может быть, девчонки из... Ну, которые ты знаешь. Вот с откровенным хейтером. Да, ну, типа, пришел какой-нибудь чувак, который там переваливается через бортик, пытается там что-то сделать или что-то в этом духе. Ну, то есть... У меня так было только с чрезмерной любовью. Да, то есть... Я расскажу. То есть с хейтом у меня не было, но у меня было такое, что вот прям на меня лезли прям на голову. Что типа, Женя, 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 такого я тоже побаиваюсь, потому что, ну, не считаю, что это как-то нормально, потому что я себя позиционирую как такой же человек, как все остальные, да. То есть я человек, со мной интересно общаться. Я многое повидала, я во многих странах была. У меня довольно-таки много опыта для моего юного возраста, да, и со мной есть о чем поговорить. И я абсолютно не отгораживаю себя от людей, которые хотят меня о чем-то спросить, о чем-то поговорить, советы, может быть, спросить, если кому-то нужен совет от 22-летней девушки. Вот. Ну, я просто не всегда понимаю вот это... Женя, а можно сфотографироваться? И я такая, да, да, конечно, фотографируются, а потом делают вот так вот. И уходят. И я стою такая, и это все... А что они делают? То есть они увеличивают экран, чтобы... Ну, увеличивают, типа, посмотрела нормально, все. И без пока, без спасибо, без всего человек разворачивается и уходит. И я стою одна. И думаю, неужели это все, что человек от меня хочет? То есть мне приятно, когда со мной разговаривают. Я абсолютно не отгораживаюсь, отгораживаюсь, но зачастую я просто понимаю, что... Ну, вот, например, в кафе сижу с друзьями, разговариваю, да, вот у меня во рту пирожок, и я ухожу. И ко мне подходит, Женя, можно сфотографировать? И я вот в момент делаю так... Потому что, ну, прям, ну, вот совсем не тот момент. Я понимаю, что просто, наверное, лучше так, чем на фотографии я буду выглядеть плохо, раз. Во-вторых, человек будет стоять ждать, пока я дожую свой пирожок, это два. Ну, и во-вторых, тут еще и, ну, личное пространство мое, все-таки я стараюсь его как-то защищать, да. Вот. И, да, возможно, человеку будет немножечко обидно, что, типа, вот, Женя отказалась, да, но и не будет вот этого, что, а, ну, норм, фотка, и уйдет. И, типа, меня это тоже иногда задевает. Вот. Я не знаю, как еще. Короче, цените личное пространство, особенно если вы видите, что, да, где-то с кем-то там, с родными иногда, с близкими, либо там, действительно, когда ты там ешь. Просто у меня был веселый случай в туалете, когда, ну, я извиняюсь за подробности, ты стоишь в соседнем писсуаре, у меня вот так вот поворачивается чувак, такой, можно сфоткаться? Вот сейчас ты... Я очень надеюсь, что он не полностью повернул тело к тебе, вот. Риана, Риана рассказывала, я смотрела ее интервью, и она рассказывала, что, короче, пришла я на шугаринг, значит, пришла я на шугаринг в бикини, говорит, и вот женщина делает, типа, эпиляцию, и такая, я тебя знаю, ты Риана, да? Да, а можно потом с тобой сфотографироваться? Она говорит, и вот я вот так лежу, и вот как мне на это реагировать? И как продолжать эту процеду, как жить? Я ее уволила, потому что это просто весть. Так что, да, друзья, личное пространство, это важно, поэтому, когда вы подходите к людям, с которым вы хотите сфотографироваться, ставьте себя на место их, них, их, ну, в общем. И будьте вежливы. И представьте, хотели бы вы в этой ситуации сфотографироваться с кем-то? Да. Жень, ты обмолвилась, что сначала тебе было страшно, сначала ты не понимала, что происходит. Вот с каким самым страшным моментом ты столкнулся? Когда тебе было страшно? Это последний вопрос перед последней темой. Когда мне было страшно? Перед 18, перед Олимпиадой был человек, который вот написал в соцсетях очень много, типа, вот, я вот приехал к Жениному дому. Жуть. Вот я вот... Типа тебе комменты писал где-то? Он вел страничку, даже там то ли две, то ли три. То ли две, то ли три странички. Он такой, типа, вот, вот, Женин подъезд, вот, сейчас я зайду в подъезд, сейчас, но это старое место жительства, поэтому я, ну, наверное, могу сказать, типа, вот, антический проезд, такой-то дом. А вот сейчас я поднимусь на пятый этаж, и мы сольемся с Женечкой частичками. Какая мерзость. А потом, когда мне исполнилось 18 лет, он пришел на каток. Он сказал, мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Типа, вот все документы, что я здоров, типа, мне нужно полное расписание, новый ее адрес, та-та-та-та. И, в итоге, человек психически нездоровый, с пеной у рта. Какая жуть. Прям, это было очень страшно, и мама боялась, и... Жень, последний вопрос. Да. Месси или Роналду? Чисто внешне, или... А я не знаю, какие ты критерии выбираешь при оценке людей. Месси, наверное. Почему? Ну, просто потому что. Просто Месси? Месси. А если Кричтан Роналду сделает, типа, вот так? У меня там ничего от Роналду нет, кроме пупка. Пожалуйста, Рома. Сейчас, просто на следующий подкаст Женя придет, и у него спрочит, что ты тебя в последний раз испугал? Я однажды пришел на подкаст о Герману и Роме, и в конце Нагучев сделал вот так. Я так никогда... Не расчлененки в Канаде. Ничто меня в жизни так... Ни японец в лифте, никто меня так не пугал. Как вот это... Простите. Простите, я не хотел, чтобы этот подкаст закончился так. Жень. Нам нужно распределить. Да. Ты как в вселенной Гарри Поттера? Ну, плюс-минус, да. Ну, знаешь. Все четыре факультета. Да, давай, только не следим. О, я, кстати говоря, сейчас немного разоблачу Евгению Медведеву. Я думал, что у нас будет идеальный гость для подкаста «Шляпа», потому что я прочел один из недавних постов Жени, где она говорит, Новый год — это замечательно. Ну, там, типа-то какао приготовить, пледом укрыться и посмотреть все серии Гарри Поттера. Вот. А ты сказала плюс-минус. Ну, плюс-минус. А все, кто смотрит все серии Гарри Поттера, все-все знают про них. И даже, возможно, читали. Ну, я, не, я читала. Я, ты учил, ну, я читала. Да-да-да, можно другой билет у нас было весь день сегодня это продолжать. Ну, наизусть, вот как вот многие, да, сидят так. Я даже не помню реплики. Мне кажется... Какого цвета пуговицы у Гарри. Управняйся в балете Поттера. Не сказать, я все не смогу. Ну, я... Защитанно, защитанно. Просто, просто, идеально. Я считаю, что это идеально. Мне больше нравится вот эта... Реплика, я не смогу, но смотрела. Мне больше знаешь, какая реплика нравится. Пойдем со мной, Гарри. Я всем говорю, всем, кто в круглых очках ходит, я всем это говорю. Вот, виточек подратно. Одеваем на тебя распределительную шляпу. Только не слизили. Не, но нужно нажать. Хорошо. А что, куда? Справа. Вот здесь. Итак. Тишина. Трудно. Очень трудно. Только не снизу. Гриффиндор. Да! Хорошо. Первый, первый гриффиндорец в нашей шляпе. Ну, кто как не Женя, могла быть... Он даже еще раз на всех случаях повторял. Гриффиндор! Ну что ж, наверное, все было идеально. Гриффиндор, отвага, смелость и безумие. Мне кажется, что... А, и очки просто так дают в конце каждой серии. Вот. Ты получаешь все очки, которые только можно, потому что подкаст сегодняшний, как мне кажется, был просто замечательный. Ты прекрасный собеседник. Спасибо, друзья. Фигурка, танцы, рок-н-ролл. Все как положено. Друзья, обязательно подписывайтесь и на канал, обязательно подписывайтесь внизу в описании на все ссылочки, которые у нас. Мой инстаграм. Вот. Чтобы стало миллион триста двадцать. Да. Все, вы знаете, что где искать. Всем спасибо, всем пока-пока. Давайте все развернем, и я выберу, на что отвечать. Давай. Тебе можно? Ты первая девушка в этом подкасте. Ей. Тиндер. Ничего рассказать не могу, потому что не скачивала, не пользовалась ни разу. Серьезно? Крутяк. Что за кадром танцев? Это мы уже фактически обсудили. Да, в целом уже. Учеба в МГУ. Скучно? Скучно? Нет, нет, ты все скажешь так. Ты же Евгения Медведева. Все, что ты скажешь, не будет использовано против тебя.